И в ночь 16 на 17 августа было перекрыто движение по улице Александра Невского. Всем привет, друзья! Сейчас вы находитесь на канале Евгений Щепинский. И я сегодня решил никуда не выезжать из своего родного города на крымские курорты. Я сегодня решил пройти по городу, в Симферополе своему родному. И показать вам, что у нас в Симферополе важное и интересное происходит. Для тех, кто впервые на нашем канале, подписывайтесь на наш канал. Вам будет очень интересно. Мы будем снимать для вас. Ну, а сейчас мы пойдем и будем смотреть, что же интересного у нас происходит в городе. Оставайтесь с нами и никуда не переключайтесь. Друзья, сейчас я нахожусь в центре города, в центре Симферополя. Я стою возле кольца на площади Советской. Сегодня у нас на календаре 17 августа, суббота. И в ночь 16 на 17 августа было перекрыто движение по улице Александра Невского. Бывшее название этой улицы – улица Роза-Лексембург. С чем это связано? Вот, пожалуйста, читайте. Внимание, капитальный ремонт. То есть, эту улицу, вот мы видим знак, что движение запрещено. Движения по этой улице нет. И мы видим, что движения действительно на этой улице нет. То есть, здесь уже начаты работы по капитальному ремонту этой улицы. Если честно, эта улица уже давно у нас нуждалась в капитальном ремонте, потому как ехать по ней было невозможно. Как мы видим, на этой улице уже демонтировано ограждение проезжей части. И мы сейчас с вами пройдем чуть дальше, посмотрим, какие работы проводятся. Значит, в ходе ремонта улицы Роза-Лексембург здесь будут спилены 3-4 дерева, которые находятся у нас в аварийном состоянии. Друзья, капитальный ремонт улицы Александра Невского будет проходить в три этапа. Первый этап – это перекрытие от Кольца площади Советской до Суворовского спуска и ремонт этого участка. Этот участок власти города обещали закончить к концу октября текущего года. Схемы объезда этого участка и движения транспорта уже разработаны и есть в свободном доступе на сайте администрации нашего города. И сейчас вы их увидите. Ну, а следующие этапы – это перекрытие улицы Александра Невского от Суворовского спуска непосредственно до улицы Толстого. Ну, а последний же этап – это от улицы Толстого до улицы Павленко. И полностью закончить ремонт обещают у нас к началу следующего года. Что удивительно, светофоры здесь, как вы сейчас видите, у нас не выключены, а работают так же, как и раньше. Ну, вот, как мы видим, уже часть асфальта здесь спилена у нас возле гостиницы «Украина». И сейчас, возможно, начнут пилить следующую часть асфальта. Техники пока на этом участке у нас немного. Вот всего лишь у нас машина для спила асфальта. Честно говоря, я не знаю, как она называется, но знаю, что она делает. Также у нас вот здесь вот рядышком находится экскаватор, который срывает у нас бордюры. Ну, и вот впереди еще один небольшой такой вот бульдозер, который предназначен у нас для работы в городе. Работы начаты, техники немного. Техники, конечно, будет намного больше, когда ремонт войдет в полную фазу. Ну, а мы сейчас дойдем до конца участка, на котором проводится ремонт. В принципе, участок не очень большой. Вот сейчас мы видим работу этого маленького экскаватора. Он хоть и маленький, но удаленький такой. То есть, что мы видим? Большой экскаватор, он с таким вот острым, как зубьем, наконечником. Он вырывает бордюры, а маленький экскаватор у нас все это чистит. Ну, вот, собственно, дорогие наши зрители, мы и доходим до конца участка, на котором производят ремонт на улице имени Александра Невского. Весь транспорт у нас впущен в объезд этого участка, как я говорил. Схемы вы на нашем канале видели. Ну, а сейчас мы подойдем немного ближе к технике, и под музычку вы посмотрите работу строительной техники. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мне навстречу идут корреспонденты канала Крым-24, которые тоже снимают у нас сюжет про начало работы на улице Александра Невского. Вот, пожалуйста, корреспондент с оператором. Вот они, как и я, вот снимают тоже видео про Крым-24. Сейчас, в данный момент, мы видим, как канал Крым-24 берет интервью у работника-экскаватора, который у нас вырывает бордюрное ограждение. Друзья, деревья, стволы, которые вот у нас вот таким вот образом обернуты, они будут сохранены. А сейчас я вам покажу дерево, которое у нас пойдет под спил. Вот дерево, ствол его не обернут, и оно помечено вот таким вот красным крестом, краской. То есть это дерево непосредственно пойдет у нас под спил. Друзья, ну, как работает техника, которая предназначена у нас для срезания асфальта, мы в данный момент не увидели. То есть у нас сейчас на стройке объявлен небольшой перерыв, но я вам обещаю, что мы будем держать вас в курсе всех работ, которые будут происходить во время ремонта этой улицы. Друзья, ну вот я вам показал, как сегодня были начаты работы по капитальному ремонту улицы Александра Невского. Я обещаю вам периодически выезжать сюда и показывать, как продвигаются работы по ремонту данной улицы. А вы внимательно еще раз пересмотрите схему движения транспорта в объезд к улице Александра Невского. Также хочу вас попросить, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, и на этом я хочу с вами проститься. Всем пока и до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok